Хорошо знакомый Брещанам путепровод протяжённостью 60 метров проходит по улицам Скрипникова и Кижеватова. На двух полосах проезжей части шириной порядка трёх метров практически круглосуточно интенсивное движение и большой автомобильный трафик. И если дорожное полотно в удовлетворительном состоянии за счёт текущего ямочного ремонта, то сам мост и его конструкции уже давно нуждаются в обновлении. Вот такую ситуацию за полчаса съёмки на Горбатом, как его называют в народе мосту, мы наблюдали не единожды. Два человека, один из которых с коляской, с трудом могут разминуться на узкой пешеходной части. Здесь больница, детская, железнодорожная больница. Здесь очень с детками часто ходят. И очень узкие проходы с коляской нельзя пройти. Я считаю, для пешеходов надо расширить. Места мало и если человек с велосипедом, то пройти будет проблематично. Тут, по-моему, всё видно наглядно, мне кажется. Конечно, давно требуется реконструкция. И сами эти решётки тоже опасные. С ребёнком едешь, но всё-таки пути внизу. Действительно, узкие тротуары – только часть проблемы моста. Есть и задача гораздо серьёзнее. Необходимо срочно оградить пешеходов от опасности, так как барьерное ограждение, бетонное и металлическое, пришло в негодность и в любую минуту грозит обрушением. Видите, вот мы уже когда срезали, вот две пластины прямо сгнили и вот при зимотаже они просто сломались уже. Ну, перегнило металл. К сожалению, пока не будет ни расширения проезжей части, ни расширения тротуаров. Единственное, будет замена металлического ограждения и бетонного, которые уже влияли на безопасность движения и пешеходов, и транспортом. Происходили обрушения бетона и металлические конструкции, как вы сами видите, уже пришли в негодное состояние. Поставляет завод в Фаниполе, здесь в Беларуси у нас. Они уже закуплены. Сейчас готовим и будем монтировать. Вначале одну сторону, проезжую часть, затем переходим, переключаем движение на вторую сторону. Ремонтные работы планируется завершить до конца месяца. Горисполком поставил чёткие рамки с 10 по 31 августа. Первым делом мы, как видите, уже срезали старое барьерное ограждение и уже приступили к отбивке слабого бетона на бортах, которые потом будем заливать опалубку и будем делать новый бор. А для того, чтобы не создавать аварийные ситуации на этот период на участке улиц Скрипниково-Кижеватого, установлены временные светофоры. Если погода будет благоприятной, существует большая вероятность досрочного завершения работ. Есть для брещан и другая хорошая новость. Запланировано, значит, на следующий год включить реконструкцию этого путепровода в республиканскую программу по ремонту путепровода.